Итак, мы с вами базово поговорили про клиент-серверные приложения, чем они характерны, что в них, в отличие от обычных приложений, есть часть клиентская, часть серверная, что бывают два вида архитектуры, одна двухуровневая, вторая трехуровневая. В двухуровневой структуре у нас есть клиент и сервер, в трехуровневой есть клиент, application сервер и database сервер, то есть клиент, сервер приложений и сервер баз данных. Мы с вами знаем, что это нужно для того, чтобы в каком-то одном месте хранилась информация и обработка бизнес-логики, а остальные клиенты, которым необходимо ее получить, могли обратиться к серверу. Но как они общаются между собой? Как сервер понимает разные типы сообщений от разных клиентов и передает им информацию в таком виде, чтобы она была понятна и доступна каждому из клиентов, и он мог отрисовать, отрендерить ее для своего юзера. Для этого нужно использовать некие договоренности, некий свод правил, как формировать эти сообщения, какая должна быть структура сообщений, какие ключевые слова, команды можно использовать, и как они должны трактоваться участниками этого процесса. Такой свод этих правил, подходов, описания синтаксиса и так дальше называется протокол. Вот мы с вами сейчас в этом курсе тоже находимся вне согласно некого протокола. Он у нас регламентирует, как мы с вами общаемся. То есть у вас есть доступ к видеоурокам, вы их открываете, и на них можете прослушать некий материал. Также в нем будут рекомендации, что еще можно где-то поискать, почитать дальше. И в конце будет тест. Это способ для вас проверить, насколько вы хорошо освоили материал. Если вы его сдаете успешно, то согласно протоколу вы получите подтверждение успешности данного теста, что другим людям подтверждает, что вы этот курс не просто слышали где-то на фоне, а прослушали его и успешно сдали по нему тест. Это ведь своего рода договоренность. Также для того, чтобы вы меня понимали, как клиент данного курса, согласно протоколу я говорю на русском языке, и вам, и мне он известен. Иногда я использую англоязычные термины для того, чтобы не придумывать какие-то новые слова, которые не используются в отрасли, а для того, чтобы когда вы пришли работать, вы понимали эти термины, которые используют люди вокруг вас. Это тоже своего рода протокол общения. Вот так и в клиент-сервированных приложениях используются разные протоколы для разных потребностей. Больше всего мы с вами будем говорить про такой протокол, как HTTP. HTTP – это гипертекст-трансфер протокол. В первом уроке мы говорили с вами про такой язык, как HTML, язык гипертекстовой разметки. И, собственно, HTTP изначально был задуман как протокол, который опишет процесс обмена гипертекстовыми документами, то есть, по сути, HTML. Он был для этого создан, то есть для обычного веб-серфинга. И если вы помните, первые веб-сайты, которые появились в сети, они по внешнему виду были не особо притязательными и не особо функциональными. Чаще всего это была просто страничка с кучей текст, может быть, с несколькими картинками, и несколькими ссылками на другие такие же странички. То есть, просто пару веб-страничек, связанных между собой с ссылками, может быть, какой-то заголовок там, и в то время еще было модно делать бегущую строку. Это был такой веб первого поколения, да. В принципе, сегодня из похожих сайтов, наверное, Википедия что-то похожее внешний вид сохранила. Вот, и HTTP вполне с этим справлялся, но передавал информацию в виде такого себе набора гипертекста, который потом расшифровывается клиентам уже согласно того, какой тип данных сейчас мы получили. Есть также защищенная версия HTTP, HTTPS. Это гипертекст-трансфер-протокол-секьюрид. Давайте разберемся, что значит каждое из этих слов. Что такое гипертекст мы вроде бы обсудили, поняли. Что такое трансфер? Это передача, да, то есть передача из одного места в другое, трансферинг данных. Ну и протокол, это, собственно, протокол, то есть что мы регламентируем, как должны строиться сообщения, какая их структура, какие команды мы в них различаем, какие способы там передачи той или иной информации будет использована, длина сообщения и так дальше. Вот. Что такое секьюрид? Это защищенная версия HTTP. Вот, если вы посмотрите на все Google сервисы, которые мы сегодня пользуемся, там Google Maps, Google Диск, Gmail и так дальше, то в адресной строке браузера вы увидите, что вначале написано HTTP с 2.2 слэша, не HTTP. Зачем это нужно? В обычном HTTP данные передаются в явном виде, и если какой-то злоумышленник научится перехватывать данные между клиентом и сервером во время их отправки, то он их получит ровно в том же виде, в котором они уходили с клиента на сервер, и в котором сервер отвечал клиенту. То есть, грубо говоря, там, к витой паре, которая идет от роутера в вашем парадном к вашему роутеру в вашей квартире, прикрутить проводки, научиться считывать проходящую по ним информацию, ну, можно получить доступ в ваших паролях, информацию о ваших платежах и так дальше в том виде, в котором она передавалась от клиента серверу. И это не есть очень безопасным. Поэтому, в принципе, ну, есть такая шутка, что самый первый секьюрити-тест, который может сделать тестировщик в вебе, это посмотреть, по какому протоколу происходит логин, регистрация, оплата и прочие транзакции данных, в которых мы передаем, скажем, те данные, которые бы мы не хотели, чтобы злоумышленник мог перехватить. Вот в чистом HTTP это так. Опять-таки, если вы находитесь в каком-то общественном месте с открытой Wi-Fi точкой доступа и, я не знаю, там, логинитесь в любимую соцсеть не через HTTPS, а через HTTP, к примеру, ВКонтакте, там еще пару лет назад работал на HTTP протоколе, а не на HTTPS, то владелец этой точки доступа, у него есть на роутере абсолютно вся информация, которая пролетает от вас к серверу, он может перехватить ваш пароль и так дальше. У меня есть знакомые ребята, я преподаю в политехническом институте, они рассказывали, что на одной из кафедр, там где как раз изучают сети, и многое с этим связано, они так подкалывали тех студентов, которые не понимали всю опасность использования HTTP, пользовались старым клиентом ВКонтакте, они ставили роутеры с бесплатным интернетом в аудиториях беспарольные, говорили, вот, можно заходить, все по HTTP. Ребята заходили, они перехватывали их пароли и всю стенку им забивали сообщением, выучи, чем отличается от HTTP от HTTPS, и обнови себе наконец-то клиент. Вот, так они учили друг друга. Но в целом это небезопасно, поэтому опять-таки, если какой-то сайт вам предлагает ввести свои данные, кредитные карты и так дальше, или вы находитесь в кафе, и вы видите, что этот сайт у вас открыт по HTTP, а не по HTTPS, и он не поддерживает HTTPS, то лучше этого не делать. Это небезопасно. Как же обеспечивается эта защищенность? В чем заключается этот security? HTTPS протокол использует два способа, два инструмента для защиты. С одной стороны, это SSL либо TLS протокол, который обеспечивает шифрование данных, то есть данные отправляются не в явном виде. И вместо ваших тех месседжей, которые должны были быть отправлены с клиента, SSL либо TLS, их еще шифруют, и если перехватить пакеты в таком виде, то уже будет какая-то непонятная абракадабра, которую нужно будет каким-то образом расшифровать. И обычно это делать дороже, чем та польза, которую злоумышленник получит, если перехватит ваши данные в каком-то обычном веб-привожении. Второй инструмент, который обеспечивает защищенность передачи данных, это подпись цифровым сертификатом. Есть два вида этих цифровых сертификатов, или как их называют цифровые ключи. Это публичный и приватный ключ. Что такое публичный ключ? Когда вы все в браузере открываете через HTTPS протокол какой-нибудь веб-сервис, например, тот же самый Gmail, если мы уже говорим о нем, то первое сообщение, которое отправляет клиент, он просто говорит, я хочу открыть Gmail.com, используя HTTPS протокол, поддерживаешь ли ты его? Если поддерживаешь, то также предоставь мне свой публичный ключ. Публичный ключ, по сути, это документ, удостоверяющий личность данного сервера, что он действительно является тем сервером, к которому мы пришли. Чтобы не получилось такой ситуации, что какой-то злоумышленник на маршрутизаторе, на роутере между вашим компьютером и сервером Google настроил переадресацию на свой псевдо Gmail, и вы будете логиниться не на гугловские сервера на Gmail, а на какой-то фейковый Gmail, и человек получит ваш логин и пароль, а с ними уже пойдет на ваш Gmail и украдет у вас что-нибудь. Вот эти сертификаты это обеспечивают. То есть первый запрос произведет так называемую процедуру рукопожатия. В чем она заключается? Gmail в ответ вам пришлет ключ, в котором будет прописано, что центр сертификации ключей выдал компании Google этот ключ для конкретного домена gmail.com, и он удостоверяет, что это действительно gmail.com вам ответил. Логично может возникнуть вопрос, откуда мой компьютер знает о том, это Gmail.com или не он, действителен ли этот сертификат ключ, которым он мне показывает, кому он принадлежит на самом деле. В каждой операционной системе есть встроенное хранилище сертификатов, ключей, которые поставляются производителям операционной системы. К примеру, тот же Apple, Microsoft, Google, как производитель системы Android и прочие, сотрудничают с центрами сертификации, получают от них постоянные обновления, кому какие ключи выдаются или какие типы ключей вообще есть, чтобы понимать, что это действительно ключ от этой компании, и он соответствует всем ее нормам. И дальше мы просто, когда браузер получил ответ от сервера, я gmail.com, вот мой ключ публичный, выдан такой-то компанией, он идет к операционной системе, говорит, операционная система, проверь мне, пожалуйста, что этот ключ действительно от такой компании, она выдает такие ключи, потому что я хочу быть уверен, что gmail.com это тот, кому я хочу отдавать свои данные. Если все хорошо, то дальше клиент запрашивает, дай мне какой-то приватный ключ, которым я буду подписывать свои сообщения, чтобы ты как gmail.com понимал, что это все еще я к тебе прихожу с запросами, и я буду последующие свои реквесты подписывать уже этим приватным ключом. Этот приватный ключ имеет срок годности, то есть он валидный до определенного числа. Зачем это сделано? Для того, чтобы какие-то устаревшие данные, опять-таки, не могли использоваться злоумышленниками, для того, чтобы периодически компания была вынуждена обновлять способы криптования, способы шифрования данных, он также содержит информацию о том, каким образом нужно криптовать эти данные, то есть управлять их не в явном виде, а в зашифрованном. Вот. То есть два этих подхода позволяют нам обмениваться данными более защищенно. Это все еще не дает нам стопроцентной защиты, но если кто-то попробует по пути перехватывать сообщения, он их не сможет прочесть, потому что они будут закриптованы, зашифрованы. Это обеспечивается SSL и TLS. А с другой стороны, никакой другой компьютер не сможет представиться нам сервером, коим он не является, чтобы заполучить наши данные. И никакой другой компьютер не сможет представиться тем же другим клиентом. То есть ваш друг не сможет получить ваши данные, когда вы залогинены, прикинувшись вами, потому что у него не будет приватного ключика, которым он подпишется, чтобы сервер подумал, что это вы. Вот основное отличие HTTP от HTTPS. То есть он более защищенный и использует два таких подхода. Какие еще популярные протоколы, с которыми вы могли сталкиваться? Одно время были очень популярны так называемые FTP-шки. FTP — это родственный к HTTP протоколу, так называемый File Transfer Protocol. Нужен для обмена файлами. По принципу действия очень похоже на HTTP. Ну а полный видеокурс вы можете посмотреть на канале ITVDN. Для этого вам просто нужно перейти по этой ссылке. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за последними новостями.